В минувшую субботу в Суходоле прошел турнир открытия сезона по мини-футболу. В соревновании принимало участие 10 команд, предприятий, организаций и поселений муниципалитета. На предварительной стадии они были разбиты на три подгруппы. В двух отношения выясняли по три коллектива, одна состояла из четырех команд. Матчи проводились по системе два тайма по 12 минут. Несмотря на незначительное игровое время, соперники показали добротный, атакующий, а главное результативный футбол. Уступать здесь никто не хотел, ведь данный турнир для каждой из команд был не только как соревнование за первое место, но и смотрины перед долгим мини-футбольным сезоном, который стартует в самое ближайшее время. В первой группе не было равных буровым технологиям. Коллектив Кирилла Григорьева взял верх над нефтяником и студентами Серьевского губернского техникума, тем самым обеспечив себе победу в этом трио и, как следствие, выход в полуфинал. Во второй группе перенствовал Колос из Кармала Делякова. Футболисты в бордовых майках оказались на голову сильнее двух команд – инвестоветеран. Причем инвестовцы потерпели от Дениса Гаврилова с товарищами разгромное поражение 2-10. В группе С выступали четыре команды, и здесь два коллектива выходили напрямую в полуфинал. Ими оказались Сергьевск и Энергия. Очный поединок между двумя соперниками завершился с отсчетом 2-1 в пользу более молодых. Таким образом, Сергьевск перенствовал в этом квартете. Полуфинальные матчи протекали напряженно, Энергия с большим трудом сумела взять верх над Кармальским Колосом, а Сергьевск не оставил шансов буровым технологиям. Молодежь создала приличный задел на самом старте поединка и до финального свистка сохраняла преимущество. В игре за третье место Колос удивил всех, сумев одолеть буровиков, которые в этот раз остались ни с чем. В решающем противостоянии вновь встретили Сергьевская Энергия. Но на сей раз удача была уже на стороне бело-черных. Команда в нынешнем сезоне пополнилась Маратом Таразановым, который сыграл ключевую роль в финальной встрече. Он забил важнейший мяч, принеся тем самым победу со счетом 3-1. Календарь нового сезона будет сформирован на следующей неделе. Игры начнутся во второй декаде ноября. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Субтитры создавал DimaTorzok